В последнее время архитектурные решения для городской среды становятся поводом для острых дискуссий и даже акций протеста. В Новосибирске самый яркий пример это улица Богдана Хмельницкого. Жители улицы не устраивают планы застройщиков. Возможно ли сделать городскую среду удобной и для горожан, и учесть при этом интересы бизнеса? Об этом мы сегодня говорим с архитектором Игорем Поповским. Игорь Викторович, первый вопрос. Вообще в Сибири есть ли города красивые, красивые именно с точки зрения современной застройки? В основном мы знаем города, которые красивые. Они не характерны не современной застройкой, а именно исторической. Например, такие города, как Иркутск, который достаточно плотный и хорошо был застроен еще далеко до революции. Томск, известная так называемая деревянная архитектура, очень славится этот город. А есть исторические такие, как Омск. И, конечно же, такие города, как Новосибирск, это новые города. И поэтому современная архитектура, она в основном появляется в таких городах, которые имеют тенденцию к какому-то определенному обновлению. Новосибирск имеет контекст новый. И, соответственно, он всегда стремился сделать какие-то авангардные решения. Но в Сибирске очень много авангардных решений конструктивизма и архитектуры авангарда. И поэтому здесь есть много экспериментов. Точечная застройка, то, что происходит в центре города. Что делать с этим? Вообще возможно ли построить красивый дом в уже какой-то сформировавшейся среде, чтобы он был удобным и красивым и вписывался? Это реально? Я думаю, что вообще, в принципе, к регламентам градостроительного надо подходить более тонко. В свое время они были сработаны достаточно так грубо. То есть все сделали под 50 этажей. Вот это надо изменить. Это первое. Ну и второй момент. Конечно, можно вводить регламент. Например, это трудно, но практики такой еще нет. И конкурсное, скажем, проектирование. И возможность каких-то определенных ограничений. Миссия города и образ города должна отрабатываться всем городским сообществом. Если мы этого не сделаем, у нас всегда будет разное видение на город. И, соответственно, образом будет всегда скрытая противоречия. Надо, я думаю, это противоречие вытащить на обсуждение и понять, какой мы хотим видеть город в будущем. Хотим его видеть как Нью-Йорк, хотим его видеть как Токио, хотим как Шанхай, хотим его видеть как Ленинград, то есть Санкт-Петербург, как Москва. Я не знаю. И все эти города абсолютно разные. И точно Новосибирск никогда не повторит другой город. Но образ и стремление, как его видеть, я думаю, что горожане должны отработать. Какое-то насилие применять в такой ситуации, это приводит только к тому, что общество будет воспринимать городское развитие, как и все управление, как депрессивное. И это очень опасно, потому что это развивает апатию у горожан и провоцирует многих горожан криминальным ситуациям, застройки какой попало. И, собственно говоря, те, кто хотят построить, что попало, они говорят, ну так тут уж коль построили, что попало, я еще добавлю немножко. Это вроде как до кучи не изменит. Вот это надо от этого уходить. А что мешает тем, кто хочет строить хорошо и красиво? Строить очень хорошо и красиво и качественно это требует определенный технологический уровень. Это общее развитие индустриальное, но мы немножко отстаем от этой ситуации. И, конечно, хотелось бы, например, появление новых технологий, каких-то необычных инструментов, которые могут создать эти объекты. Вот, например, у нас сейчас уже есть проработанные технологии цифровой архитектуры, то есть архитектуры, которые идут по программным продуктам, в частности, стеклянные архитектуры. Ну, мы как бы сейчас на нее как бы все смотрим, а совсем рядом возникает архитектура тканевых фасадов. И, значит, есть уже понимание, как создать структуры хай-течные, понимаете? То есть есть это все уже присутствует, но для этого должна быть мощнейшая база. И это должно быть поддержано, чтобы и развивалась и социальная инфраструктура, и развивалось качественное строительство. И люди, собственно говоря, чувствовали себя хорошо. Это самое главное. Вообще, комфортный город – это такой, когда человек может приехать в этот город, найти по собственному доходу и качественное место проживания и хорошую работу. Вот, я считаю, это самый комфортный город. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был архитектор Игорь Поповский. Мы говорили о современной архитектуре, о том, как сделать город удобным, красивым и привлекательным для его жителей.